Всем привет, друзья! С вами Вальтер и сегодня говорим об археологии, точнее об обратной ее стороне, о черных копателях и любителях приборного поиска. Думаю, что большинство зрителей видели ролики Жукова и Родина о совсем свежем преступном уничтожении археологического памятника Щербинского городища. Если не видели, обязательно смотрите, ссылки в описании. Такие страшные для науки культуры ситуации происходят во всем мире, где-то в большей степени, где-то в меньшей. Вот вам совсем свежие новости, что непосредственно касается сферы моих интересов, а именно 13 века. Сердце русское нужду справили! В окрестностях города Медиаш в Румынии один из так называемых операторов приборного поиска раскопал, буквально разграбил, археологический комплекс и обнаружил интереснейшую группу артефактов, которые, предположительно, можно отнести к эпохе 13-14 веков. Звать этого активиста Дину Влайчи и о своих подвигах он накропал несколько постов в богомерзком фейсбуке. Одно слово, Румын. Безусловно, центральным и самым обсуждаемым предметом стал меч, но наше пристальное внимание должно быть сосредоточено и на всех сопутствующих находках, а они крайне, крайне интересны. Для справки. Гражданин шастал с металлоискателем явно не просто на удачу. Нужно понимать, что Медиаш – один из крупных городов Румынии, основанный приблизительно в 1267 году и расположенный в самом центре исторической области Трансильвании, на реке Великого Тарнава. Обладает богатой историей и обширным археологическим наследием. В этом месте люди селились, жили и умирали столетиями. Итак, находки. К сожалению, в нашем распоряжении всего полтора десятка фотографий среднего качества, но кое-что мы можем разобрать и на них. Центральная находка – меч. Прекрасный образец типа 11 по акшоту длиной 106 см, с простым перекрестием и навершием типа ЕФ. Похожий меч изображен в руках графа Гитриха фон Брена на одной из статуй в Наумбургском соборе в Германии и датируемой 1250 годом. Сам клинок явно в хорошем состоянии, в перспективе должен быть очищен, законсервирован и подготовлен к экспонированию. По последней информации, меч и все сопутствующие находки переданы в муниципальный музей Медиаша. Предположительно, что клинок найден на небольшой глубине. К сожалению, активистам уничтожен контекст находки. Не зафиксировано конкретное место находки, разрушен культурный слой. Любая сопутствующая информация уничтожены. Фактически, этот предмет на 90% потерял свое информационное значение для науки. Это чрезвычайно обидно. Вероятно, что сотрудниками музея впоследствии будет подготовлен определенный статейный материал. И меч будет введен в научный оборот. Но я еще раз подчеркиваю, весь контекст находки безвозвратно утрачен. Зараза. То есть, без сбора информации, которую бы могли осуществить профессиональные археологи, мы не можем с достаточной уверенностью строить теории попадания этого клинка в землю. Невозможно установить, случайно ли это потеря или след от древнего сражения. А возможно, где-то там была могила павшего воина. В этой, безусловно, трагической ситуации, единственный доступный нам контекст – это сопутствующие находки. Предположительно, группа предметов собрана копателем в том же районе, где был обнаружен и меч. Что же мы там видим? А видим мы сельхозинвентарь. Причем в количестве. Оговоримся сразу, что мы точно не можем определить период и эпоху всех этих сопутствующих находок. Единственное, на что плюс-минус можно ориентироваться – это на мощность металлоискателя, какую глубину берет сигнал. Если мы будем отталкиваться от приблизительной датировки меча, то сельхозинвентарь можно отнести к XIII или XIV векам. Возможно, что там вообще смешение от античности до Средневековья. Мы фактически не знаем, в каких местах и какие конкретно памятники разграблял этот любитель истории. Итак, находки. Гвозди, ножи, серпы, сучкоруб, несколько кресал, подкова, элементы конской упряжи, сошник и, возможно, штифты для плуга и другие металлические находки. Явно, что антиархеолог совершенно не обращал внимания на какие-либо другие предметы, что могли быть рядом с этими находками. Остатки – древесины, ткани, кожа, керамики. Самое страшное и преступное – этот гений – часть находок, которые, по его словам, были в плохом состоянии, то есть металл фактически поржавел и рассыпался. Просто выбросил. Идиот вообще не задумывался о научной ценности всего комплекса находок. В частности, он упомянул об элементах, предположительно, конской упряжи, где несколько колец были соединены в некую цепь, часть сгнили, и он их оторвал. Вот так. Совсем оторвал. И выбросил. Простите, но слов, кроме матерных, у меня в этой ситуации просто нет. Сука! Вероятно, весь комплекс предметов найден в одном месте или на очень близком расстоянии. Все это – сельхозинвентарь. Люди явно занимались земледелием. Возможно, раньше там стоял дом или сарай, где все эти предметы хранились. Возможно, что там произошел пожар во время военного столкновения. Поэтому все эти предметы, стоившие немалую денег в 13 веке, остались погребенными в том месте и сохранились до наших дней. Но мы никогда не сможем даже более-менее достоверно предположить историю этих находок. Ведь культурный слой уничтожен, и предметы из него извлечены. В пользу версии о военном столкновении косвенно может говорить информация от других дегенератов с металлоискателями. Имеются сообщения о находке другого меча по внешним данным аналогичного найденному и предположительно близ того же уничтоженного археологического памятника. Сложно точно определить, для чего служили каждая из отдельных накладок и колец, которые мы видим на фотографиях. Если бы этот археологический комплекс раскапывался по всем правилам, и предметы не извлекались бы беспорядочно, изучались бы все попадающиеся элементы, остатки дерева и другой органики, а также фиксировалось расположение каждой находки, можно было бы с гораздо большей вероятностью провести аттрибутацию каждого артефакта. Кроме того, важно упомянуть, что румынский генерат даже не понимает, что он такого натворил, а исключительно считает, что помог сохранению истории своего родного города Медиаша. Повторюсь, он спокойно сообщил, что в процессе разграбления часть находок, что были в плохом состоянии, просто выкидывал, даже не фотографировал. Вообще. Что в итоге? Еще раз. Памятник XIII века уничтожен, из научного оборота выведен практически на 100%. К сожалению, черная археология наносит непоправимый вред всей мировой культуре и науке. Если вы сталкиваетесь с такими ситуациями у себя на родине, не ленитесь звонить, писать, всячески сообщать куда следует, предотвращая дальнейшее разрушение и потерю исторических памятников. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и расскажите об этом видео своим товарищам. И вообще, напишите, интересен ли вам такой формат роликов с небольшими новостями из мира археологии и истории XIII века. На сегодня все. С вами был Вальтер и Клуб Фламанцы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok